Немного нарушена наша традиция. Мы, к сожалению, не сможем открывать ёлку в этом году, так как мы открывали наш новогодний городок и новогоднюю ёлку предыдущие годы. Потому что, к сожалению, есть не самая хорошая ситуация в стране, связанная с эпидемией коронавируса, но тем не менее, мной как примарам города было принято решение, что мы не имеем права прекращать жизнь, мы не можем не радовать наших детей. Очень многие в новогодние праздники возвращаются из-за рубежа к своим детям, к своим семьям. И я прекрасно понимал, что закрыться полностью, наверное, будет не самым правильным решением. Поэтому, чтобы не нарушать закон, мы всё-таки в этом году установили новогоднюю ель. Вы знаете, что это традиция, которая начала в 2015 году, у нас каждый год новая ель. Мы украсили всю центральную часть города, мы открыли торгово-выставочную ярмарку, потому что гулять вечером с ребёнком, иметь возможность купить чай, какие-то сладости, кофе для родителей извар, известный уже в Молдавии за её пределами, значит, это всё-таки всё должно быть. Поэтому мы сделали всё то же самое, в принципе, только нам всё-таки нельзя по закону было открыть каток, который вы знаете, что каждый год нельзя было открыть для детей карусели. У нас за предыдущие годы было очень много красивых новогодних мероприятий, поэтому вечером, когда вы будете гулять с детками, с семьями, мы установили специальный этот экран, на котором будут транслироваться все новогодние концерты за предыдущие годы, дни города, чтобы всё-таки в городе была атмосфера праздника. Продолжение следует... 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 Давайте поаплодируем нашему городу и всем вам. У меня убедительная просьба ко всем бельчанам беречь нашу красоту, беречь наш город, потому что... Можно музыку чуть потише, ребята? Потому что у нас очень многие, вернее некоторые, к сожалению, рвут гирлянды, уносят домой с деревьев.